Ну что ж, продолжаем насмотреть с вами сегодняшний фасткапчик, уже полуфинал, четвертый б против стилтайгерс в очередной раз, бристилбек, у нас здесь пока забрал четвертый б, выбирают, и еще кого-нибудь второго себе в пол, ну и дп вайпер от стилтайгерс пока, ну все вроде более-менее стандартно, в банах у нас стоит хантер, в банах воид и от четвертого биликонтроп с думом. Так, ну и что, полторы минуты, первым пиком бристилбек, ну, в предыдущей игре было видно, что стилтайгерс в курсе, как с ним бороться, в принципе, по игре особо ничего не смог сделать, но я беру все регионочку. Я бы так много миличных персонажей не набирал, там есть вайпер, там есть дп, дп будет с юлом, ну и как бы, в принципе, вайпер страйки, огромное кольцо замедлений, юльчиков, неудобно будет браться. Ну и в принципе, опять же, дп это пуш, то есть на ранней агрессии просто подойти миличникам без даггера как-то ворваться, это трудно. Так, ну что, забанили некрофоса, может, они в курсе насчет предыдущей игры, не знаю. Ну, я бы не сказал, что некрофос там делал абсолютно всю игру, в основном фантомочка, в основном фантомочка бегала, вырезала, ну и криты прокали просто с невероятным каким-то везением. Посмотрим, что будет здесь, ну и в принципе, кого возьмут в этот раз Steel Tiger себе, посмотрим. В принципе, опять фантомку выглядит неплохо. Ну, я уж спалил, поэтому там ребята смотрят, так что либо берите сейчас, либо потом лучше вообще не брать. Забанили пока разором. Ну, вот не знаю, я все-таки кого-нибудь с кроссмейджа забанил, там все-таки легионка и такой-то быстрый фокус одного, будет неудобно. Драться против него, да и опять же сайленс, и насчет дп-чики там с даггера, не разультиться, еще что-нибудь, ну и опять же неприятно. Ну, если там будет опять же какой-то магический дэмэдж по дэншен силам, довольно-таки неплохо залетает. Мип. Интересно, мипа реально забанит, ребята. Ну, да не, он бы здесь точно не появился. Да, в принципе, как-то под стиль игры Steel Tiger слабо не подходит. Этого парня, как по мне, довольно-таки, ну, простенько можно зафокус, засноуболить, унизить, сдоминировать, выиграть против него линию. Просто, в принципе, набрать пик, опять же подходящий для этого. Ну, если рассчитывать на то. Если он берется пятым пиком там, и ребята особо к нему не готовы, тогда да. Тогда это реально сложно, это какая-то неожиданность. Это прикольно работает. Ну, сейчас это вряд ли. И в ингу забирают свою сигнатурочку, так сказать, Steel Tanius. В предыдущей игре они дали, наказали. В итоге они их за это, и в этот раз себе ее решили взять. Что, в принципе, опять же, прикольно. То есть, будет дуэль, просто свапнул и довольный. И Dazzle забирают четвертый B. У них там еще картинка, поздравляем, там, фотка класса. Я вижу классного руководителя. Ну, вот она очень маленькая, так что там сложно что-то следить. Ну, опять же, довольно-таки весело. Опять же, по-праздничному. Я вижу, что через три недели уже Новый год. Ну, и что? Четвертый пик. Забанили брюмастеров. Ну, в основном, какие-то мидеры, опять же, парни за сложные линии. Войды, титхантеры. Особо как-то, прям уж таких лейт героев, либо суппортов. Не банят пока. И Ancient Operation. Интересно. Ну, вроде бы прикольно, то есть, все будет. Стан Венги, Cold Fit, Ice Vortex, и просто вайпер будет настрелить под огромным количеством замедлений, и черенка, чем именно с армором Венги. Работает? Работает. Дазл вряд ли сможет именно такое огромное количество замедлений и хило спасти к интеграевому, воевому, там, 5 секунд. Ну, это особо не будет помогать. Да и у дизутора особо нелегкая жизнь. Единственное, чем он может спастись, это каким-то грамотным кинетик Филдом, либо Глимсом. Что тоже, ну, вряд ли на самом деле, потому что его будут фокусить очень быстро. Он не слишком, он не отличает слишком большой плотностью, армора немного, и хп, в принципе, тоже не особо. Но будет неприятно. Как минимум. Ну, инвокер, последний бан у нас забавлености, у Тайгерс, и четвертый Б, который лет в бан Траксу. Такое ощущение, что они реально что-то знают, просто Тайгерс, либо играли с ними раньше. Ну, либо у кого-то просто профиль открытый, и они почекали победы по команде. Ребята берут Траксу. Причем она здесь неплохо вписывалась, на самом деле. То есть, ну... Ладно, не буду говорить всех секретов. Что, куда и как. Интересно. Ну, полторы минуты, выбор еще пока огромный. Нужно брать какого-то парня на фроль фармилы. Погляди. Ну, фантомку. Почему нет? Чем драться? Нечем драться. Есть, да, скрита его, убьешь. Леди он команды рвы, но надо забирать МКБ. Дизруптор, пока он соберет свой аганим, у тебя уже 300 раз БКБ закончится. Ну, типа, тут выбор очевиден, на самом деле. Опять же, под Челлингтачем, под Нуссер Мором, под Ядами. Ну, классно. Просто классно. Опять же, есть Сайленс. Есть Сайленс УДП, то есть с Даззлом, как-никак, но проблему тоже можно решить. Тимберс решили для Сайленс УДАГРС. Интересно, у этого парня еще не было от этой команды. Ну, или я просто не припомню. Может, и брали. Но тогда они с ним не выигрывали. Тут 50 на 50. И Нагу забирают в 4-й Б. Ну, скорее всего, Нага у нас здесь пойдет в мид. Легионка будет стать в целую легкую линию с саппортами. А вот Бриселлбек отправится на сложную линию. Ну, либо, опять же, Легион в мид, и Нага будет фармить. Здесь, как мне кажется, только два варианта. Вряд ли ребята будут драться. Вряд ли Бриселлбек отправят на мид. Не знаю. Не хотят брать своих героев. Особо не грят желанием. Может, они все повылетали? Ну, тут были какие-то переподключения. Вообще, огромное количество переподключений. Надеюсь, не будет никаких РМК, там, еще чего-нибудь потом. Что-то резать. Противная вещь. Ошибка. Пишет Скол, все переподключаются. Не знаю, у меня все норм. Шаман. Тут ребята угорают по Шаманкингу. Я не знаю, в чем прикол. Шаманофоб. Вот. Капитан команды в курсе. Тоже шаманофоб. Не, ну, типа, мультик прикольный. Смотрел его, ну, черт знает, сколько лет назад. В классе, наверное, пятом. Четвертом. Анимешка, по-моему, это какая-то. Так. Ну и что? Давай уже играть. Нет, не хотим. Аскаль опять вылетает. Что же с этим делать-то? Ну да, в принципе, стандартный непонятный вопрос. Например, стал байком, он отключился, переподключился. Что-то там у него. Вообще все плохо. Вайпер отошел. Ну, у вас и Тибер, как бы, в игре нет. Да и начинаем мы опять. Задержка уже 24-ая минута. У нас только стадия пиков закончилась. Все-таки еще играть в финал с кем-нибудь. Там, где временем ТП-сейв против БСТК тоже рубятся. Ну и, в принципе, ТП-сейв выглядят фаворитами. А, да, БСТК. Знакомые ребята. Надеюсь, я с ними встречусь дальше. Ладно, это такая была там ситуация. Пообщаемся. Так, ну и что? Я прям уже загорелся. Уже хочу финал, и уже хочу финал с одной из команд. Это было бы довольно-таки прикольненько. Ну и что? Вроде бы Гоу. Да ладно. Хукаги. Ты уверен? Будем играть? Ну как Тернал Энви. Все неизвестные. Немега какие-то там. Еще какие-то ники непонятные. Вообще. Не понимаю я особо этого. Да ладно, они же одинаковые. Причем-то же с одинаковыми Глоевами. Фантазии просто невероятное количество. Здесь 22 лайка, здесь 14. Мепарь. Это Рубик. Ну Рубик вообще самый топовый из всех. И Морфлинг. Такую статью я тоже видел. Статую. Да. Могина просто точь-в-точь вообще. Только сетик, по-моему, немножко другой. Капюшончик одет. Здесь? Нет. Ладно, все, хватит по статуям. Ну тут Бриседлбек у нас делает стандартный забег. Посмотрим, будет банить. Нет, просто поставил себе на ловишну. Здесь у нас опять же Дазель подходит. Ставит вард. И, собственно, всю эту контору палит. Вард он поставить пока не успел. Ну и инвентарь. Я вот думал, ребята прочекали на стандартную вещь. Некоторые даже в пабе такими вещами пользуются. Ну типа, прочекает не инвентарь противника. Это вообще стандарт. Ну и да. Не стал он ставить сюда. В сервер поставить в другое место. Там вот, допустим, на этот хайграунд. Пускай. Ну и что это в итоге получается? Тимберсов. У нас будет ставить соло легкую линию против Бриседлбека. Здесь какие-то интересные действия. Челингтач должен уже качаться. И огромные проблемы у аппарата. У Дизруптора, конечно, вешается на него Граев. Да, за счет. Вынужден качать именно ту кнопку. И последний тайминг. Секундочки буквально не хватает. Хайграунд дает себе Вижен. На себя Вижен дал противнику. Ну и собственно аппарат смог ручкой дотянуться последним ударом от Челингтача. И забирает Ферстблат. Нага в миду. Ну, тут, да. Бриседлбек сложен и легионка будет с суппортом здесь стоять. Ну и Вайпер с триплой суппортов тоже будет стоять против. И ДП в миду. Ну, наверное, все-таки против легионки было бы не так просто стоять. Все-таки там есть цепресс-атак. Ну и можно отцами как-то немножко крипов подобивать. Нага их же только с помощью рептайда, буза, баночки. Ну, опять же. Стандарт, наверное, будет Нага. Какие-то радики, еще что-то. Ну, здесь у нас, похоже, с воплиниями намечается. Да, Бриседлбек делает телепорт наверх. Легионка делает телепорт вниз. Ну и здесь за все временем ганг на мид. И здесь ничего не получится. Иллюзии, рептайды, это все глупости. С Челингтача после 1000 дпшечки. 2-1. 2-1. Кто умер? Устилтангерс. Когда? Где? Что? Езут разобрал фраг. What? Это вот здесь внизу, типа, было? По-любому убил виногл, да? Да, у нее одна смерть. Мистер внимательности. Ладно, это такое. Здесь у нас даззль. Пытается выйти, но у нее первый уровень Граева. Больше ничего нет. Ни поезонтача, ни Челингтача. Ничем не поможет только сюда. Вот в лицо получится. Слора второго уровня. Ну и здесь тимбер. Тоже особо не страдает. Дизруктор ему ничего сделать не может. У него только тендерстрайк первого уровня. Ну, в принципе, просто бесполезен. Поставили сентрик, нашли апсервер и просто решают пока команду Вижена. Здесь есть пока еще один отвар, но он такой. Типа, есть и есть, особо пользы от него нет. Максимум контрольный даззль с дд. Получает по лицу. Должен, наверное, быть станчик. У него уже половина хп нет. Должен бояться Грейв. Грейв. Грейв успевает откинуть. Еще при затаком вас спасли. И большие проблемы у венги. Ну, здесь ты-то с вор, так все замедлены. И вряд ли здесь получится что-то сделать. Ну, прокачка Грейв пока помогает более-менее. Хотя. Как посмотреть. Не хотят с СПП целениями СТИЛ Тайгерс целиком. То есть, пошли только Суппорт и Винга. С аппаратом переместились на легкую линию вниз. Но Вайвер продолжает стоять КСС против Бристилбеков Соло. Ну, ему здесь тоже без проблем на самом деле. По 6 уровень, возможно, даже сможет его и убить. Через Вайперстрайк. Победим. Самое главное не пропустить. Ну, и в Мидинага против ДП. Естественно, ну, странно на самом деле. Хотя довольно ровненько. 13 против 12 здесь без каких-то особых приключений. Да ладно. Огромный просто демош у Тимберсова дает по Легион Командеру. По черентачам. Закончился. Легион Командер. Аппарат дальше идет. Ну, Триплана нереально боевая. Даже с Тимберсо. То есть, подстанчик, все пока в единичку, все нереально круто. Боевом, не доставили здесь аппарат, и он выживет. Ну, конечно же, еще есть фласочка, сейчас это пьет спокойно. Аппарат можно сходить на базу. Собрать какие-то ворды, еще что-нибудь. Ну, и уже Солуринг летит у нас от Тимбера. Рецепт на Солуринг. Сейчас докупит еще в лавке колечко. Да. Ну, и это будет, может быть, сразу, может быть, чуть-чуть-чуть точку попозже Блудстон. Ладно, и в Миде у нас Снага прилетает с базы. Или откуда он вообще прилетел? Наш, по-моему, только в Миде стоял. Ботла нет, есть Фрейсбенд, есть Идж Маска. Странный довольно-таки закуп, четвертый уровень. Ну, и ДП. Потихоньку, потихоньку контроль рунок, и будет занимать лидер. Еще, позицию внизу, уровень, конечно же, не законтролил из суппортов. Ну, и, собственно, ДП ее забирает. Иллюзий был. Ну, и в итоге, четвертый Б, как бы, вроде бы, и хотел уйти от триплы, но и в итоге все равно стоит именно трипл на триплу, почти тем же составом, с исключением Тимберсо. И еще непонятно, кто здесь опаснее, Вайпер или Тимбер. Все-таки там огромное количество демэджа Тимберчейнов. В пил разных силок, то есть и атака, в принципе, для легионки. Ну, такой. Неприятно стоит. Очень. Особенно с упортом. То есть, тут у всех, в принципе, раскачек 1-1-1. Ну, только, да, завершил у нас Шилу Грейв замаксить. Видимо. Поглядим, как это все будет. Тимберно здесь пока остается 1. Ну, в принципе, можете это позволить. Станет нечем. Второго уровня Тимберчейн. Спокойно к дереву. И, собственно, в живых 100% здесь останется. Ну, дуэли там тоже нет, поэтому. Спокойная, уверенная линия в соло. По-другому это никак не назвать. Наверху, Вайпер против Бристлбека. Тоже себя очень интересно чувствует. 10 крипов в Бристлбеке. У Вайпер 23. В миде. Ганг. Челингтач. Станчик. Огромное количество демэджа. Снайд здесь на нету. Да что такое? Хватит торопиться. И скрип с ворма здесь его забираю. Ну, вот его обошли. Он просто нажал кнопку и ушел. Сапог, щиток. Почти шестой уровень. Скоро будет. Вечакрам. Все супер. 4.1. Шестая минута по графикам. Лидируйте с на ребята из SteelTankers. Больше 2000 по золоту. И чуть-чуть больше 2000 по опыту. Ну, и сандартный раскачек ОДП. То есть, крипс ворм максится. Пассивочка. Вечакрам тоже максится. Но их звездом будет на 8-9-10 уровне. Прокачки. Ну, и вайпер. Что себе везет? Пока только аквил. Хотя, на самом деле, странно. Вроде шестая минута. Должно быть что-то более-менее определенное. Но точно сильно пристать без лодок. Очень сильно. Спина в единичку. Клинг спрей. Пока в 3. Ну, кстати, странно. Почему без стиков? Видимо, даже не пытается. Как-то агрессировать. Размениваться по ХП. Странно. Для Бристлбека так, тем более. Ну, и Легионка. 23 крипа против Тимбера на 27. Плюс его еще постоянно здесь гангуют. Не дают жить суппорты команды Стилтаггерс. И есть одна смерть. У Тимбера как раз один фраг имеется. И все супер хорошо. Сейчас купятся какие-то арканчики. Потом их переделают в Бутстоун. Даггер. Шива. Хекс. Но это уж совсем. Совсем-совсем в лейтгейме. В принципе, Тимбер всю игру полезна. Пинга. Чуть-чуть дотянулась. В принципе, ночь под тавер. Там дазель сзади. Так что не получится. Легион. Куда же пошел? Поймал стан. Челингтач. Грейф. Не успевает нас повесить дазель. Он просто ушел. Что это было? Дазель пошел у нас... А куда он пошел вообще? Ах, он пошел вставить ворды. Ну, окей. Дело твое. Очень странно. Действует Легион Командера. 0-2. 28 крипов. Я думаю, это орсик. Тоже не самый лучший. На тысячу его обгоняет Тимбер. Пошли дальше. Чакан, пила, станчик сериал. Без уже у Тимберсона. А Легионка здесь убегает. Только ушел дазель. Единственный, в принципе, шанс на жизнь от команды 4-го Б. И тут же пошли фраги. Ну, и это, в принципе, понятно. То есть Тимберсу такой парень. Его в соло оставляешь. Все. Это беда. Даже если он стоит 1 против 3-плей. Ну, и пик был реально оправдан. Законтрили. Ребята, истил Тимберс. Станчик под челинг-тачем. Пошла пила. Здесь попытка какого-то типа сейва. Ну, это дизруктор. Он еще и пальцу сможет охватить. Вич-доктор. А точнее, дазель. Пришел, повесил на себя грейв. Здесь у нас в тем временем дизруктор забирает аппарата. Но челинг-тач. Все-таки хватает дэмэджа у венги. С последнего тика. И стики. Станчик, ну, все равно улетает на базу. А Тимберс здесь закончил то, что начали его тиммейки. 3 в 1. В итоге у нас получается. Умер только аппарат. Разменялись на троих. Отлично. 9-2, 9-ая минута. По графикам. Страшные цифры. 5 тысяч по золоту. 3. Чуть больше 3. 30 с половиной даже тысяч по опыту. А я продолжаю заговариваться. Я прям ощущаю. Это все дело. Ну, пауза наставится. Нага нажимает кнопку. Одну минуту просит. Ну, ты типа умер вообще на самом деле. У тебя 50 хп. Здесь есть сворм. Да и просто, в принципе, с руки, наверное, хватит дэмэджа. Отпиться нечем. Ну, раньше таки 600. Это где-то вот... Да, я не могу рисовать здесь. Ну, где-то вот тут, короче. Дпшечки не хватит. Давайте посмотрим. Как это получится. По-моему, должен. А, там слип вообще. Ну, все-то, вопросов нет. Нага уходит спокойно. Почему-то не прорисовывался на паузе. Ну, либо я опять очень не манил. Что-то тоже может быть. Ну и что? Тимбер. Ну что, себе что-то везет, видимо, в Хурьере. Приобрел куда-то, потратил монетки. Да. Арканы уже 2000 сверху. Ну и ровненько с ДП идут. 2700. У обоих сейчас будет. Качатый за циск. Да и в принципе уже полтаера нет. Нага в миду очень сильно проигрывает. 34 против 54. То есть в 20. Крипов. Ну и виды это по нетворсу. В 2000 даже чуть больше проигрывает здесь нага. И наверху попытка гонуть вайпера. Ну, просто берешь и делаешь телепорт. Гениально. Дема же не хватит. Воева нет. И да. Улетает на 50 хп. Ну, там все. Это просто. Это читается. Нужно быть каким-то кинем, чтобы все это понимать. Так, ну и что. У ДП. Уже почти есть юльчик. Тайвер в миде скоро кончится. Экзорцизм тоже уже первого уровня имеется. Ну и здесь внизу вышка тоже. Скорее всего скоро поддаться давлению команды Стутагерс и упадет. Легион. 0-3. 30 крипов. Нетворс. 2-400. Улетает у нас наверх. Очередной свап. От команды 4-го Б. Наконец-то. Ну, в очередной раз, ребята, куда-то что-то придумать. Пока я бы не сказал, что это круто. Винга уже летит наверх. Они его видели. Ну и аппарат тоже летит наверх. Суппортом свапнуться вообще без каких-либо проблем. Тайвер в миде упал. Задавить его никак не получилось. Слипа не было. Он был в кулдауне. Ну и уже мека. Почти-почти. 500 копеек не хватает у вайпера. До нее фейзек, вилла, баклер. Все супер. Тимбер. Кто-то себе покупал? Ну, там уже рецепт на бутстол. И, в принципе, почти есть. Там все чуть-чуть не хватает денег. Тем временем наверху. Выберешься на льон команды. Но он просто догорит, скорее всего. Да, вайпер стычки. Аппарат. Дабл килл. Серьезно. Свап и трипл хилл. Нет, вайпер все-таки спорвал дазла. Ладно. Не дают мне угадывать фраги. Ну что, в четвером здесь ребята сил тайгер с 12 на 2. Сейчас будет экзорцизм. И пойдем пушить Т1. Хотя, не. Можно и без экзорцизма. Только вот эквиллу бы еще включить, чтобы крипы были пожирнее. Венга отвела пачечку. Тут можно просто все предсказывать в долях. Вот прям пошагово. Нага купилась. А, нет. Это кто? Это Бристлбек. Кто купился чин-мейл? Я только что видел на ком-то чин-мейл. А, это Венга. Это медаль. Все правильно. Ну и вот, в принципе, понятно. План от аппарата. Пойдем по ботам. Утам-тавер тоже очень битый. Четыре чисто хп, это немного. Легион. Седьмой уровень. Дуэлей пока выигранных нет. И, наверное, к сожалению, не предвидится. ДПУ. Два фрага. Скоро будет один из уровней второй. Экзорцизм. Венга. Стандартный закуп. Очень много минус армора. Еще вот его в террорчик немножко покачать. Вайпер. Соло. Нага его здесь ловит. Ну и можно делать, конечно, телепорт. Хотя, за глимса тоже не вернут. Баклер летит. Ну, под тандерстрайком здесь не вариант. Да. Издуктор получает фраг. Ну, загулял. Откровенно загулял. Здесь уж как-то слишком самонадеянно. Здесь самого вайпер. Еще и первым из бастом. Подиздуктору аппарат не попадает. Так, ну и что. Легионка пытается здесь формить стаки и в ДП. Это ее, видели. Это не она, моргал. Я уже думал, сейчас будет просто с вором и минус. Легионка. Ну и последний трейдент овер. Падает. Собирает его кингер. Ну, в этой игре в Брисловаке все, конечно, получше, чем в предыдущей. Но по графикам мы видим совсем немножко другую ситуацию. Там было около 5000, но на 14 минуты здесь уже почти десятка. Челинг тач. Станчик. Ульт аппарат отличный. Подвоем залетает. Ну, в принципе, здесь ни по кому особо не попал. Там остался только один аппарат, который уже все нажал. Экзорцизм в Сайленс тоже есть. Минус 4. Моментально, без потерь. Да, очень битые здесь ребята за счет спрея. 6 стаков висит. Но пошла Мека, пошли Арканчики и все супер. Вот и Нага остается в живых. Бултс тонуты в ремене мутимбера. Ну, графики сейчас просто в нереальное количество ломанутся вверх. Что это вообще такое? Ну, если что, просто секунды экзорцизма, можно попушить слегка. Совсем немножко. Такое, ладно. Нечем отбиваться от пуша в команде 4-го Б, то есть там уже чакрамы и какие-то еще. Но его в терроры, сформы. Единственное, что могут сделать, это просто кинуть отцы. Все. Приспереден командор, да. Копки, отстрелы, и на это все заканчивается. Ну и что у Наги? У Наги есть сапог, квиллы и 2-800. В принципе, радианс более-менее по таймингу должен быть, если ее не убьют. Ну вот, как бы не было слишком поздно. В принципе, для всей этой гадости. Тимбер. Ну вот видит его, ну, гнаться я бы не стал. Пошел с Айленс, ДП. Ну, Тимбер с Блудстоуном, там 80 зарядов, стики, телепорт и почти один ст уровень, то есть второй уровень чакрама. Делаться будет, ой, как неприятно. Ульт-аппарата. Неплохая должна сделать ульт-аппарата. По легионке, сайвить нечем. Даззл очень далеко. А, даззл тут, его, в принципе, пришли вообще в соло разобрать. Скинулся, произведет на камстанчик. Ну, да ладно, у него уже идет свап, ну и даззл здесь погибает. Подняли еще в улюзратор, его тоже не отпустят 100%. Сайленс, ну, как-то немножко не точно. Хотя, пилой, без проблем, уже на хайграунде, да, Тимбер делает даблкил, хватит заговариваться, 7-1 у него и тысяча, две сверху. Вот, все. Ладно. 16-ая минута. Графики, думаю, можно поставить в последний раз, там 13 тысяч по золоту, чуть больше. Ну, в районе 7-7,5 тысяч по опыту, на 16-ой минуте. Стил Тайерс, как всегда. Молодцы. Смог. Вместе к ставьте временем уже у ДП. Нетворс 8200, тут, в принципе, без каких-то особых комментариев. Вот, кстати, насчет вижена. В принципе, вот эту вот часть карты ребята видят, вот эту вот, по-моему. Есть ли приведения на нее вылетают, видно ли это на ворде? Я вот как-то этим вопросом особо не задавался, но интересно. Ну, типа, видно не должно быть. Но если она, опять же, прячется где-то в лесу и есть противный экзорцизм, то видно. Это 100% палец, а и это не на руку ДП-шки. Ну, ультимейт кончился, потратили его на Рошана. Я их сюда забрал Вайпер. И предпоследний Т2, у четвертого Б, сейчас, скорее всего, упадет. Тимбер здесь с пилой, 10 зарядов, 2200 сверху. Ну, скорее всего, даггер. В принципе, какие еще могут быть варианты? Залететь, минус 0, да, злодать, что там драка просто как по масле пойдет. Да, да, да. Хокаге. А где там этот шаман? Вот, шаман, да. Шаман Кинг. И это тоже шаман. Прямо все шаманы, Хокаге. Тут таких нет. Тут есть Локи. Как Локи, только Локи. Одна буква отличается. Да. Ну, это же там какой-то бог, по-моему. Ну, и вот он, собственно, до игру Тимбера. Там еще в Курьере. Чехот на Вишни. Побед 430. Мордов. Помощи почти 10 тысяч. Сильно. Ну, и что, в самоках здесь, ребята. А чем драться? Есть вейв, есть статик шторм, есть дуэль. Пошел слип. Неплохой, очень кучный. Здесь стоят ребята, но нет Блэкхолла. Если все это переживут, то по-любому переживут. Там есть Мека, там есть Сегис, все пошло. Чакрам залетел. Первая дуэль от Легионки. По аппарату. Ну, скорее всего, здесь аппарат погибнет. Винга пытается жить, но не висит андерстрайк. Медалька, свапы. ДП. Сбить я сваперу прежнему не получу. Это уже минус 4. Ну и... Я говорю, что нечем драться. Просто триплкил вайпера даже Аегис не смогли сбить. Просто пошла Мека. Вот он Фатрикап. Ну, ровненький. Потому что там, в принципе, неплохие стрики забрали с ДП, с Винги. У него тоже пара фрагов было аппаратом. Что-то наклепало, у него было 4-1. 12 еще ассистов сверху. Ну, драться нечем, просто-напросто. Очень слабый масс прокаст. Нужно было брать такого. Дарксира. Энигму. Что-нибудь типа такого. Под все вот это вот, под сон, под слип, как раньше делалось. Мало, мало. Очень мало. Ну и регионка, на самом деле, здесь, наверное, все-таки немножко лишний парень. На карте. Так, там драка, там драка. Мне что-то пишет. Дуэлька первая. Нет, уже вторая. 20-таки у легионки есть. Ульта аппарата. Неплохая по дизутру она здесь залетает. Ну и приходит вайпер. Сбили ему аеги. Слоки не успевает сделать телепорт. И, ребята, нужно только бежать. Тимбер. Ну, немножко не точно. Тимбер чейн. Вряд ли. Да, смысл вообще за ними бегать. Ну, заберите его последний тавер. Тем более, тут осталось 200 хп. Челентач по тимберу. Ну, а чем ты его будешь убивать? У него 8 армора от реактив-армора, полторы тысячи хп, полная фуллмана и 17 зарядов в бутстоуне. Чем драться? Нечем драться. Ну и что, еще кого-то убили? Нет. Забирать последний т2 тавер. Долго, очень. Двадцатая минута, 27 на 7, 25 на 7 и по графикам почти 20 тысяч по золоту, 15 тысяч по хп. Айсбласт, неплохой. Вот успели здесь ребята разбежаться. Чек. Крипов взбить здесь абсолютно без проблем. Вот решили отойти. Стандартно, наступательно, так как они всегда и делают. Сейчас докупят какие-то артефакты и у венги. Скоро будет форставчик. Тимбер хочет себе шиву, дп. Уже есть шива, вайпер. Бкбф из имека. Ну, если и фармить, то много. То есть аппарат, есть поинт-бустер, не хватает еще от 2500 до, собственно, аганима. А лунаги, наконец-то, получается, радианс 1.3, нутворс 7 тысяч. Топовый в своей команде. Дальше, что это легион командр, 6 тысяч. Ну, нужно как-то теперь нереально просто фармить, разводить иллюзиями, царить как никогда на Наги Сирене. Пытались здесь убить Нагу, повесили Грейв, ульт-аппарата. И Нага здесь погибает. Отличный ультимейт. Ну, капитан команды вроде бы умеет ими стрелять. Второй ультимейт, кстати, без колдфита играл. Только сейчас его первый раз прокачал. Ну, куда? Хорош флудить. Так. Сейчас я... Ладно, я включу микрофон в доте. Так уж и быть. Все, нажал, хватит не писать ВКонтакте. Отстань. Все, теперь меня слышно. Я ей придется вот так вот нажать. Так, и что? 26 на 7. Ребята под плюсарморчиком. Ну, тимбер не ощущает абсолютно. На нем 6 рядов челингтайча, спрейс, мазар до блудстоуна, даггер. Ну, так, наверное, пытай даже забрать, просто на статы. Арморчик на жижность. Дороша, там, в принципе, еще пару минут. Так что ждать, наверное, нет смысла. Ну, блин, у тебя там ИКТС вообще-то работает. Работал. Почему не зашли с ним, не знаю. Тимбер, запрыгнул. Дерзкий тимбер. Он может себе это позволить. Тогда все, хватит кликаться на ВКонтакте. Тайвер в миду должен сейчас, наверное, падать. Ну, 22 хп, я бы вообще заденавил. Типа смысл, да. Вот Тимбер залетел, удар. И мы слабык заденавтайк. Ну, Т3 есть. Есть Рошан через минуту, может быть, чуть меньше. И огоним аппарат через тысячу. Вайпера, в принципе, все, что нужно, есть. ДП фойся, Тарасочку, Тараски тоже далековато. Пошел слип. Ну, вот очередная попытка сделать комбинушку. Посмотрим, получится ли они от пульта аппарата. Ни по кому не попало, вайпер, нажал БКБ, тут же пошла Мека. Отхильчик, выспопали на дисковому ДП. Какого-то далеко. Все живые. Все очень битые. Нага умерла, Бристиллбек умер. Разменялись только в одну Вингу. Бэйбэк, Бристиллбек, а бесполезный. Драться ему нечем. У него 3-2-2, нормальная стата. Ну и Вангвард. С Блэйдмэлом. Ну ладно, но ребята, еще есть деньги на бэйбэке. Ну, я бы не сказал, что это особо помогает. Сайленси, Спресс-атака, вроде бы пытаются спасти. У аппарата большие проблемы пошла Шива. Чакрам, Крипсформ и очередные минус 2. Ну, это типа гудгейм. На самом-то деле. Да, вот еще пошел наконец-то Экзорцизм. И мид падает. Можно сразу это Т4 ломать. Ну, либо на верочку. Как всегда, ребята любят пойти на ботом. Ну, или куда-нибудь. Тимбер с Даггера до конца. Ну, его Глимсон просто вернут. И у аппарата огоним. 12 уровень сеткой. Сбили ему телепорт. Ну, убьют его, скорее всего. Но Даггер, он уже есть. Типа, он у него. Куда был у литаппарата. Что-то странное. В итоге опять разменялись. Грейф на иллюзию. Нормально. Всегда так делаю. Окей, одной стороны нет. 33 на 10. По графикам 25 тысяч по золоту. По 120-к по опыту. Я не знаю, сколько терпений нужно иметь ребятам из 4-го Б, чтобы по-прежнему продолжать. Так что, почти раз КУДП. Парашан по-прежнему стоит. Вайпер. 2500. И тут огоним. Тут 2700. У нас еще что-то везет. Это Шива. Ну, в принципе, деньги есть. Сейчас Мисикс сам докупит. Что это такое? 24-41. 27-41. Какие-то непонятные шифры. Ну и Нага. Купил Родианс, было 1-3 и 700 монет сверху. Сейчас 0-5, Родианс и 1300 сверху. Нетворс абсолютно никуда не годится. 8500 на 26-й минуте. Но это печаль. Сейчас будет. Станчик. Вайвов Террор. Минус Армор. Иршан здесь без проблем упадет. Ну и ДП. Почти-почти. Есть Тарас. Сейчас Октавер. Задефит. И, в принципе, можно себе уже вивер приносить. Спиливает деревья, дает вижен. Есть эти варды здесь у ребят, но вот они не видят подходы к Рошану. Да и, в принципе, даже если они туда зайдут со сном, чем драться? Там ребята все нереально запакованы. У Байбера основа Aegis, БКБ, Мека, 7-11-11, Нетворс один из самых лучших, 12200. У аппарата Аганим, Тимбер с Шивой, ДП. Сейчас будет с Тараской. В Куре уже все летит. Да, все дать сейчас будут. Ну и, на самом деле, даже ни одного Тавера не забрали. Четвертый Б-класс. Вот, 11 ХП. Просто прийти иллюзией и дать один удар. Ну, наверное, все-таки это четвертый Б-класс. В этом весь смысл. Ну и Трава Ла появляются у Наги. Не самый полезный артефакт. Улетает наверх, пытается сплитовать. Ну, допустим, один Тавер они заберут. Нужно будет как-то дейфиться. Теперь пешком бежит на базу. Ребята тем временем зашли. Пошел к Зарцизму, Тавер в момент просто падает. Есть Хартификейшн. Его нажали. Ну, Бристаллбэк с двумя саппортами не особо защитники своей базы. Пошел в Вейв. Подняли в Юл. Т3 уже упал. Сайленс. Сформ. Пол КП нету. Вайпер Страйк. Ну, из себя Вайпер Страйк вообще-то не сбросить. Сон. Грейв. Пытается жить всеми силами. Сон отпустили. Что? Там Вайпер в БКБ. Никого. Кстати, что мы в Кинетик Филтопс не поймали. Это уже 3-0. Ну, и сторону, наверное, забирать. Где Бристаллбэк поставился, умер. ГГ, пишите. Не мучайте себя. Не мучайте... Ну, во-первых, себя. Типа, такой фит. Вот там Бристаллбэк уже, по-моему, под фонтаном. Мультааппарат. Отлично. Мультааппарат. Здесь еще и Нага погибнет сейчас. Вайпер на фонтанчик и до конца с дизруктором и дизруктор здесь погиб после боябайка. Трипл хилл. Минус 2 стороны. ГГ. 29. Я просто хочу пустить графики. 30 тысяч. По опыту 20. Ну, даже 22. 23. Ну, что ж, нас ждет только в финал противник. Ясен или не ясен? Противник пока не ясен. Там ребята тоже играют, но посмотрим, подождем. Думаю, недолго. Нам осталось ждать и, собственно, через 5-10 минут, скорее всего, уже будем смотреть финал.